Самое время заняться собой. В каждой больнице и поликлинике региона проходит неделя здоровья. Всем без исключения, желательно раз в год снимать флюорографию и ЭКГ, сдавать анализ крови и мочи, проверять уровень сахара и холестерина. В апреле медики приглашают ивановцев пройти хотя бы минимальное обследование. Успокаивают, очередей нет, много времени процедуры не займут. К тому же сейчас забота о здоровье в тренде. В последние года три народ действительно заинтересовался своим здоровьем, поддержанием своего здоровья. Стали больше обращаться в поликлинику с профилактической целью. То есть это для проведения профилактических обследований и для проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения. В восьмой поликлинике в течение дня работает кабинет до врачебного осмотра. Пациентов, услышав жалобы, сюда отправляют из регистратуры. На месте их встречает медбрат Антон Паюров. Он собирает анамнез, измеряет давление, рост вес, вычисляет индекс массы тела и выявляет факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также Антон обследует пациентов на наличие злокачественных образований. Ко мне в день приходит около 20 человек. Из них где-то человек, может, 7-10, заходят просто по мере давления поговорить, так сказать, успокоиться, и они отправляются обратно домой. А те, кому нужно оказать неотложную помощь, у кого повышенное давление или какие-то еще факторы, влияющие на состояние здоровья опасное, я уже направляю к специалистам или к терапевтам. Кабинет доврачебного осмотра необходим для разгрузки потока пациентов к специалистам. На первом этаже поликлиники свою долю в популяризацию своевременных обследований вносят студенты-медики. Они измеряют желающим артериальное давление. Сегодня мы сидим на Дне здоровья с 9 утра. За это время к нам обратилось 26 человек. Данная услуга очень популярна среди пациентов. Им всегда интересно узнать о своем давлении, так как очень многие люди все-таки заботятся, и их всегда это интересует. И особенно это удобно тем, что они сейчас идут на прием к врачу. Мы помогаем врачу тем, что измеряем давление. Соответственно, врачу необходимо меньше времени для диагностики с нашей помощью. Будущие врачи консультируют пациентов в поликлинике и еще раз напоминают. Чрезмерной заботы о собственном здоровом и счастливом будущем не бывает. Чтобы предотвратить развитие заболевания и выявить его на ранних формах. Если выявляются какие-то, допустим, намеки на то или иное заболевание, то лучше его лечить в ранних формах, чем уже в запущенных формах. Учиться заботе о своем здоровье, рассказывают медики, нужно у представителей старшего поколения. Молодежь часто пренебрегает профилактическими осмотрами и в будущем нередко жалеет об этом. Неделя здоровья продлится в регионе до 7 апреля. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.